Вот так вот до этого я себе представлял российский трактор А вот так вот оказывается он выглядит на самом деле Ну, точнее, сегодня у нас есть его версия чуть-чуть побольше У него 8 колес, полный привод, можно установить ночное видение Есть круиз-контроль, а вот эта кабина внутри по меркам тракторов практически майбах И вот я себе выстроил руль как феррале практически спортивного, но у меня подвеска Rolls-Royce Мы, конечно, снимали уже самую нереальную российскую технику Но сегодня у нас настоящий король тракторов Он занимает почти всю парковку и каждая его деталь не похожа ни на что Это просто другая планета Ну что, самое страшное начинается, это управление Давай я просто покажу тебе пару фишек и ты поймешь, о чем я говорю Этот трактор останавливается одним единственным тормозным диском Например, тонну весит пятерка Жигулей А здесь тонну весит только мотор И если ты любишь классические спортивные тачки на механике, то это тот самый случай 380 лошадиных сил механика Правда, управление этой механикой выглядит как будто это управление королем пришельцев Но чуть позже разберемся, как она работает Это реально спорткар среди такторов И уже в базовой комплектации эта машина поставляется с восемью такими колесами Кстати, такие же тягают на соревнованиях стронгмен Такие здоровые, мускулистые мужики А сделано это для того, чтобы машина меньше давила на грунт и таким образом улучшалась проходимость В итоге этим трактором даже дергают с полей застрявшие самосвалы Мы видели такие видео И этот трактор настолько огромен, что его ширина равна длине машины Конкретно вот этот трактор шириной с Ладу Калин Но если мы установим специальные, более широкие шины То он станет шириной с Шкоду Октавию Это уже 4,6 метра ширины А мосты здесь примерно вот такого размера, ребят На крузак никому не надо, не? И да, баки наших с тобой машин где-то вмещают 60 литров топлива 927 Два огромных бака, которые вмещают 927 литров И расположены специально посередине, чтобы равномерно загрузить и переднюю, и заднюю О, здесь мы можем их заполнять, они вместе соединены И одновременно этот бак еще служит и ступеньками, чтобы попасть в кабину Здесь вообще начинается самое интересное, как я говорил, майбах среди тракторов И что интересно, этот майбах поставляется в 8 стран мира От Узбекистана, Казахстана до Анголы, ЮАР Это экспортный товар Это вот русские тачки Вы же думали, что это только лада, которую знают во всем мире А для выхода, собственно, на этот самый экспорт Бизнес может воспользоваться мерами поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Это субсидии, льготные кредиты, помощь в поиске потенциальных покупателей И анализ зарубежных рынков А узнать подробности этого проекта или воспользоваться им Вы можете по ссылке в описании И ты, может быть, владеешь внедорожником и даже гордишься, что у него есть рама Ребята, здесь две рамы Две Потому что посередине здесь шарнир Трактор вот так вот сгибается посередине, чтобы поворачивать Сделано для того, чтобы колеса не делать поворотными Чтобы сделать их одинаковыми Потому что если спереди они будут поворачивать Естественно, им уже нужно куда-то это делать Какое-то пространство для этого В общем, схема очень редкая, но крутая Как на КамАЗа Хартика, который мы снимали уже для вас до этого Просто вспомни, как рама выглядит на твоей машине И посмотри на эту А ведь это только передняя часть Это только половина трактора И у твоей машины тоже есть капот Ну что, такого особенного, да? А второй капот есть у твоей машины? А такое у твоей машины есть? Ребят, ну это на самом деле не все Я же сказал, это космический корабль по нашим меркам Потому что все только начинается Он открывается, как шкатулка с каким-то секретами Все это сделано, чтобы очистить радиаторы Больше того Пойдем сюда Мы сюда можем подключить пневмошланг И почистить все эти радиаторы от слепней и мух Просто с помощью специального шланга И даже залезть туда, куда Казалось, это просто невозможно сделать Ну и посмотри, какая шикарная защита от дождя Здесь еще целая деревня может, в принципе, скрываться реально от дождика И я понимаю, что некоторых уже не удивить Карбонокерамическими тормозами за 700 тысяч рублей Но этот трактор останавливается одним единственным Поперечным, огромным тормозным диском и гидравликой Попробуйте установить на свой Бентли Ну прям вместо колес можно Весит как двухпудовая гиря Так что вы вполне можете в свободное время заниматься фитнесом И здесь огромное количество радиаторов Но вот этот отвечает за кондиционер Здесь есть кондиционер Мы посмотрим чуть позже его в кабине Смотри-ка, здесь даже сигнал есть обычный, чтобы бибикать Это просто такой маленький зумер И мне этот трактор просто напоминает огромного паука Здесь огромное количество оптики по кругу И с января месяца вот эти фары станут светодиодными И да, еще немножко про размеры этой машины Вот эта вот штука размером с двигатель АКИ Или бидон с борщом в школьной столовой Это просто воздушный фильтр гигантского размера И здесь же у нас, ну, небольшой совсем топливный фильтр Грубой очистки топлива Тоже такой малюсенький, компактный Но самое удивительное для меня вообще Начинается вот в этой трубе Собственно, здесь воздух подается на тот самый фильтр Но вот отсюда, из этого бидона, есть подсос в выхлопную трубу В итоге получается, что всасываемый воздух в двигатель Здесь, за счет этого подсоса, закручивается И за счет центробежной силы в этот вот канал высасывается пыль и грязь И сразу выкидывается в выпускной системе наружу Руслан Маш, вы что творите вообще? Что за магия? Что за Гарри Поттер? Вверх! 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 Самое интересное, что вот там, вот под кабиной Можно увидеть еще и салонный фильтр Он специально вынесен как можно выше Чтобы пыль с поля меньше на него попадала Здесь же у нас турбинка такая, совсем небольшая Размером с суповую кастрюлю И это 11-литровый двигатель Каменс Кью СМ-11 В принципе, он даже вытягивает такие небольшие карьерные белазы В общем, тянет очень серьезную технику Здесь везде есть какие-то маленькие секретики, которые нам не понять Например, вот эта ступенька на самом деле является зипом Здесь можно хранить инструменты Ну, вот какие инструменты идут к твоей машине? Какой-нибудь там треугольник, да, который можно выставить Если врезался с кем-то на перекрестке К этой машине в комплекте идет 12-тонный домкрат Чтобы менять вот эти колеса Вот такие вот просто для примера инструменты И меня всегда удивляло, что здесь не увидишь ни амортизаторов, ни рессор, ни пружин Огромные гигантские мосты Здесь крепятся к раме просто болтами напрямую За амортизацию пятой точки водителя отвечают только кресла в кабине Мы, конечно, его протестируем, но это просто офигеть Нет подвески! А вот так вот такие огромные машины отправляются к своим хозяевам Как танк практически Вот здесь вот внутри находятся шарниры И вот эта часть сделана мягкая Потому что оно все двигается во всех направлениях И все продумано, как у военной техники Например, если нужно смазать то, что далеко находится И невозможно туда лезть Здесь есть специальные каналы Вставляешь туда шприц со смазкой И все это внутрь трактора отправляется в нужное место и смазывается И вот мне интересно, люди, которые маниакально обклеивают всю машину тонировкой И говорят, что они не хотят сидеть в аквариуме Что они скажут про эту кабину? Окей, ребята Во-первых, почему в самые дорогие машины мира не ставят такие кресла? Почему только трактористам они полагаются? Нет, я понимаю, что здесь нет подвески Но посмотрите, это же шикарно И ты никогда не найдешь в своей машине такую функцию Поворота кресла, чтобы было удобнее садиться в машину Ну или, скажем, смотреть, как ты прицепляешь прицеп Если мы сейчас будем трактором сдавать назад Сюда вставится прицеп То он нажмет вот на эту металлическую скобу И она освободит огромный металлический палец И все само зафиксируется Это просто невероятно удобно На самом деле, американцы делали такую опцию очень давно В американских машинах больших Но это уже все забыто Очень круто И мне, конечно, очень хочется рассказать про механику Управление, механическая рубка передач Ну давай закончим вот с рулем тем же самым Смотри, настройка Можно как у троллейбуса Можно Хоть как у Феррари просто Ребята, здесь Николай Валуев даже усядется Регулировки просто невероятного размера При этом, если я покручу вот эту вот часть У меня еще будет телескопическая регулировка Блин, почему этого нет в наших машинах? И вот я себе выстроил руль как в Феррари Практически спортивном Но у меня подвеска Роллс-Ройса до сих пор Мягкая, вальяжная Ребята, как в гоночной машине Здесь можно регулировать подвеску Зажимаем ее И получаем уже полное единение с рулем Практически как в спорткаре Ну и если ты думаешь, что этот суперкар Исключительно для состоятельного одного джентльмена То у нас здесь есть полочка Куда можно с одной стороны положить какую-нибудь сумку, груз Или все, что ты хочешь А с другой сюда может сесть девушка, парень, помощник, кто угодно Почему же я называю это Майбахом среди тракторов? Да потому что обычно мы трактор вот так себе представляем Матерчатый, это матерчатый тэнк, который нельзя ногой пробить Он замерз и укрепился А здесь смотри, считай Открываем окошко, если что, проветрится Или сказать что-то там, не знаю, механизатору Ну, какого-нибудь, пару словечек крепких кинуть Пожалуйста Подзарядка гаджетов Пожалуйста, у нас все есть в потолке Подстаканник Пожалуйста Телефон, просто как влитой Пожалуйста Здесь же у нас еще подзарядки для гаджетов Потому что мы сюда можем повесить монитор Сюда можно ставить ночное видение Здесь может быть система спутникового управления дополнительная Все это можно установить сюда, все предусмотрено И, ребята, главное Аудиоподготовка У меня над головой, если что, слева и справа Есть стереоколоночки Весело, прекрасно Уже сюда просто магнитолку втыкаешь, какая тебе нравится И дальше включаешь Зажигание Тебя машинка приветствует Так делали, не знаю, какие-нибудь дорогие спорткары А теперь это даже делает трактор И даже есть экран бортового монитора у трактора Джойстик, который, собственно, управляет этой информацией слева И здесь мы можем еще какую-то информацию сбросить, обнулить и так далее Все под рукой Такой маленький монитор Кто ездил вообще на каком-нибудь большом мотоцикле Мне кажется, будет довольно знакома такая конфигурация И да, в наших с тобой машинах одно лобовое стекло То здесь есть еще и заднее лобовое стекло Которое еще и оснащено отдельным дворником С двумя скоростями И так помедленнее, побыстрее Ну где ты найдешь еще аквариум с дворниками И в итоге вот эта машина экспортируется в 8 стран А вообще Ростельмаш, компания, которая все производит Экспортирует товары в 40 стран То есть у них там огромный даже департамент Просто чтобы на разных языках разговаривать Там, не знаю, с Азией, с Африкой и так далее И, блин, это очень круто То, что ты не продаешь какой-то там, не знаю, порошок с сахаром, который разводишь дома А ты продаешь очень реально сложные машины Есть специальная программа международная кооперация и экспорт Как бы государство финансово-нефинансово поддерживает такие вот, как бы, экспортные товары Помогает анализировать рынки, найти покупателей, сертифицировать товары и так далее, и так далее И самое прикольное то, что это реально российский товар Не только пшеница, там, не знаю, нефть или что-то А в других странах этот трактор, знаю, российский И знаешь, в премиальных машинах тебя просто огораживают со всех сторон Как в крепости карбоном, панелями, деревом, алюминием и так далее В тракторе наоборот Все должно быть видно, должно быть как в аквариуме Поэтому очень многие вещи просто перенесены наверх На самом деле, самый удивительный рычаг Это вот этот вот, ребята, это газ Ручной газ, здесь нет его на полу Здесь есть сцепление Здесь есть тормоз Здесь есть экстренный сброс газа Но газ регулируется именно руками А дальше уже у нас идет вот эта устрашающая коробка передач На самом деле, все элементарно Здесь у нас ряды есть Есть пониженный ряд, есть средний, есть повышенный А вот тут уже передачи Их всего четыре В общем, выбираем сначала вот этим Потом вот этим в нужную передачу Используем сцепление И поехали Причем еще и есть кнопка круиза Просто включаешь, и машина едет сама А вот здесь вот этой кнопкой плюс-минус я могу регулировать скорость этого круиза Ну, как в обычной тачке Просто кнопки от танков всего лишь Здесь же у нас блокировка дифференциала Крутая вещь на бездорожье Здесь же у нас подъем и опускание Собственно, заднего прицепного устройства По-моему, так это называется И вот возможность работать вот с теми магистралями К которым подключен прицеп Так, во-первых, включаем фары И если вытягиваю на себя То включается вообще все освещение вокруг машины Самое главное, мигалка Чтобы нас видели другие машины И не случилось какого-нибудь эксцесса Я немножко задеваю руль И сразу же машина на него реагирует Она просто... Это очень необычное ощущение Потому что машина как бы разламывается под тобой в две части Ощущение, на самом деле, как в симуляторе Такое впечатление, что колеса не подключены просто ни к чему Потому что эта руль, по сути, дает только команду Обзор тоже невероятный Ну, не знаю, что можно вообще представить и пожелать большего Это никак не передать Сейчас мы стоим на холостых И если я сейчас... Смотрите, здесь у нас есть обороты Если я прибавлю, соответственно, газу То мы увидим, как они растут Рукой, не ногой И в этом очень сложно привыкнуть Потому что хочется все время нажать на тормоз Который кажется, что газ Но газ вот, он руками делается Он совсем другой Ну что, самое страшное начинается Переходим в пониженный ряд Включаем первую передачу У нас выжато сцепление Ручничок убираем А вы что думали? Здесь такого нету? Пожалуйста, как в машине ручник И все, вроде как на холостых Можем стартовать Пробую Пробую отпустить И все, она просто покатилась О! Это невероятно Ребят, когда кажется уже, что поездил на самой высокой машине Какой-то можно? А мы ездили просто вот каждый раз Все выше, выше, выше И это уже все Это вершина Я не знаю, что дальше Просто какой-то Боинг там, не знаю, какой-то новый Или что? Аэрбас И я жму, кстати, на педаль тормоза Потому что хочу прибавить газ А здесь же рычаг Здесь все рычагом делается Мы, конечно, ездили на Шерпи Где идет рычагами управление рулем Но здесь управление газом Это вообще что-то уже третье какое-то измерение Блин, это Это ни с чем не сравнить Я никогда не ездил на машине без подвески, во-первых Здесь основная подвеска, это мое сидение Максималка здесь в любом случае 30 км в час Выше не разгонишься никак Расход топлива исчисляется в гектарах Я даже не могу вам объяснить Как бы сколько это на 100 км Потому что здесь исчисляется все Сколько ты литров На, там, не знаю, в спашенный гектар затратил И там очень разница Потому что сзади может быть и маленькая какая-нибудь установка И сзади какая-то 12-метровая, не знаю, штука Поэтому про расход очень сложно сказать Но в целом это Во-первых, очень хочется нажать на газ Который тормоз в ногах Во-вторых, это Ну это дом Это дом Если у вас какая-то крутая машина С большим количеством цилиндров И у вас кажется, что большой капот Вы просто не видели этот Здесь капот кончается где-то в соседнем квартале И больше всего, конечно, пугает Вот эти вот жернова Под которые может попасть все, что угодно От кошки до какой-нибудь маршрутки Ребята, они перемолят все Тут тяговитый двигатель Он просто не на скорость настроен А на то, чтобы тянуть любую, там, не знаю, селку Любого размера, который только возможно Выходишь из машины и такой, типа Фуф, окей, ладно Ничего сегодня не сломали Что хочется сказать? Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск Здесь будет выпуск с спецтехникой, который мы снимали Здесь выпуск про машины с огромными колесами Не такими, как здесь, но все же Подписывайтесь на канал, оставайтесь, потому что дальше будет только круче, круче, круче Мы постоянно ищем что-то нереальное Как вот эта вот машина